АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет! Да, так меня зовут. И, честно говоря, вообще мне обычно нравится выступать и травить угарные байки. И сегодня я несколько волнуюсь. Отчасти потому, что железо не повинуется нам. Отчасти потому, что по моим подозрениям в этом зале слишком много людей, которые рисуют лучше, чем я. И поэтому я нервничаю. Ну да ладно. Ну и я, в общем, сначала покажу какие-то свои картинки. И более того, я тут как это говорится наскреб по сусекам кое-чего. И я прошу ребят потом это вырезать. Но хотел бы вам показать интересного из того, что я делал в последнее время. Ну, в общем, у меня довольно странное сочетание каких-то навыков и интересов для художника. Исходя из этого, я над довольно разными вещами работал. Исторически я занимался графикой окружения в играх. например, делал вот такие штуки. кроме машины здесь все рисованное. Не могу, правда, сказать, что это повод для гордости. Ну, то есть, ну, понимаете просто, в рамках работы есть задача, есть ее выполнение. А как бы, как ты ее там выполняешь, это дело десятое. Ну, для меня такие вещи всегда служили каким-то стимулом изучения живописной техники. То есть, до тех пор, пока можно было что-то прокопать и изучить в рамках работы, я с радостью этим занимался. И вот такая работа в этом плане весьма благодарна. Как видите, здесь очень разные вещи можно было делать. И экспериментировать и с цветом, и с освещением даже. Небольшие технические поварки. Итак, запись начата. Ну, в общем, вы поняли. Я сказал множество всего, но ничего из этого не было важным. Так что продолжим. Вот, смотрите. То есть, в рамках такой работы, несмотря на то, что это, в общем-то, концепт окружения, можно было усовершенствоваться в самой настоящей живописи. То есть, вот эта картинка это прямо такая живопись-живопись. Правда, иногда это не на пользу дизайну, да, потому что, ну, когда вы занимаетесь дизайном окружения, то эта задача завязана на распределение форм, да, каких-то ритмов. и на те вещи, которые должны в итоге воплотить 3D-шники и так далее. И чрезмерно увлекаясь живописью в концептах, вы можете наделывать какую-то лишнюю работу, не то, чего от вас, возможно, ожидает работодатель. Но, я думаю, вы и сами знаете, чего он от вас ожидает. А я покажу такие штуки. Иногда я делаю персонажи. Они выглядят вот так. То есть, когда я делаю таких персонажей, то мне самому это нравится. Нравится смотреть на них. А, кстати говоря, да, моя речь, конечно, сбивчивая, но ладно. Я просто вспомнил, что сейчас вот подобные штуки можно делать в виртуальной реальности. То есть, сейчас есть программы для рисования виртуальной реальности. И когда ты рисуешь виртуальной реальности, то ты можешь буквально встать рядом со своим персонажем и посмотреть ему в его нарисованные какие-то глаза. И это ни с чем не сравнимые впечатления. Понимаете? То есть, такое впечатление будущего, с которым, ну, мы все скоро ознакомимся. Потому что будущее неизбежно. И нам всем придется сидеть в очках, потеть. И, ну, то есть, там это физически довольно тяжело. Ну да ладно. Вот, значит, такие персонажи. Честно говоря, когда мне приходится делать что-то более такое, ну, более проработанное, реалистическое, то я не всегда так рад угореть по такой работе. Ну, что лишь говорит о том, что людям надо заниматься только тем, что им нравится. А вот мои некоторые потуги участия в геймджемах. То есть, это разные небольшие игры, которые делались за короткий промежуток времени. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень интересная задача. Потому что, по сути, к каждой игре вы можете подобрать свой визуальный язык. Вот я во вторую половину нашей встречи сегодня хочу посвятить разговоре о стиле, как и визуальном языке. Потому что я глубоко убежден, что по-хорошему каждому какому-то продукту, который мы создаем, мы можем подобрать именно вот тот визуальный язык, который будет работать на него. То есть, который будет лучше подавать содержание данного продукта. Это, честно говоря, то, до чего у нас иногда руки даже не доходят, когда мы работаем в рамках индустрии. Просто потому что нам это, например, не позволяют представители бизнеса, которые любят делать клоуны всякие и всячески делать нашу жизнь бессмысленной. Но так как мы люди осознанные, то мы придем к осмысленной жизни рано или поздно. Так вот для меня в какой-то момент эта самая осмысленная жизнь реализовалась в этих самых геймджемах. Потому что я обнаружил, что за несколько каких-то дней, ну, может быть, за пару недель можно сделать настоящий живой дышащий продукт. Ну, какой-то, как слово, продукт мне не нравится. Какое-то, ну, произведение искусства звучало бы высокопарно. Короче говоря, называйте как угодно. Суть в том, что можно сделать это уникальным и выразить то, что важно для вас в нем. И реализовать свои способности как художников. И в данном случае вас никто в этом ограничивать не будет. Более того, для таких вещей даже поощряется на какие-то личные находки, личные изыскания, которые выливаются в какие-то уникальные стилистические поиски. Кстати говоря, не могу сказать, что вот эти три штуки, которые я здесь показываю, сильно разнятся стилистически. Но для меня вот такие исследования еще впереди. На самом деле, можно очень много всего интересного сделать. И, например, мне очень хочется сделать какую-нибудь игру на геймджем, которая использовала бы такие, ну, знаете, стилистику отвратительных мерзких мем-картинок. Не потому что они мне нравятся, а потому что, ну, знаете, обычно мы, когда мы делаем картинки, то мы пытаемся найти, как нащупать какие-то гармонии, сделать что-то красивое. А что если пойти от противного? Если искать некрасоту и если содержание игры гармонировало бы с этим? То есть оно было бы про какую-то некрасоту? Ну, звучит как бы довольно туманно, но я верю, что такие штуки можно делать. И когда я сам натыкаюсь на какие-то подобные штуки, то всегда очень радуюсь безграничности человеческого воображения. А вот, кстати, инди-игра, над которой я работал. И я тоже расскажу более подробно о этой стилистике, когда буду рассказывать о разработке стилистики. Хочу, кстати, заметить, что вот эта стилистика очень сильно отличается от всего, что я вот показывал до этого во всех отношениях. А вот кое-какие изометрические интерьеры. Честно говоря, это не работа, то есть это не то, что я делаю за деньги. И не уверен, что я хотел бы. Мне просто очень нравится почему-то делать такие штуки. Я чувствую себя каким-то, не знаю, только ребенком, собирающим лего. Причем лего материализуется у меня в пальцах, на руках. То есть я заранее не знаю, что из этого получится. Ну, в общем, несмотря на то, что я уже довольно давно рисую, там порядка десяти лет. Но вот такие штуки сохраняют у меня какой-то живой интерес, и я этому весьма рад. Потому что, знаете, довольно трудно сохранять живой интерес к делу, которым ты давно занимаешься, которым тебе многое понятно, а то, что непонятно, тебя туда просто не тянет. И вот мы тут с Виктором как раз только что обсуждали такой вопрос, что многие из людей, которые были очень сильными 8 лет назад или 5, ну, со временем либо не растут, либо уходят. В общем, так же, как частью жизни любого художника всегда является резкий прогресс, когда он находит свою первую работу и в ней разруливает. Не знаю, это просто точное слово. Так же частью жизни любого художника обычно является кризис, который приходит после того, как художника разрулил, и что делать дальше не очень понятно. А вот кое-какие такие, ну, детские, что ли, вроде того, иллюстрации. То есть это тоже отдельный такой визуальный язык, который я разработал, и причем, ну, то есть я разработал, конечно, громкие слова, но такие изыскания мне всегда были интересны. И, честно говоря, такие штуки можно расширять во все стороны. То есть такую эстетику можно перенести, опять же, в 3D и сделать из этого игру или что-нибудь еще. Либо, ну, ее можно просто развить дальше. То есть сейчас это некие фигуры, подвисшие в пустом пространстве, что тоже имеет место, ну, производит какой-то эффект. А может быть, вот такая штука производит уже другое впечатление. Ну, да ладно. И тут какие-то случайные картинки насыпаны. Эта картинка относится к инди-игре, над которой я сейчас работаю. То есть мои подходы к разным работам и участие в разных проектах для художников в итоге привело меня все-таки в инди-игры, где я могу, где только я себя ограничиваю. С одной стороны, это дало мне большую свободу, с другой стороны, я несколько запутался в этой свободе. Потому что, как оказалось, я к себе предъявляю большие требования, чем работодатель обычно ко мне предъявлял. И знаете, когда вот работаешь на работодателе, у тебя есть жесткие сроки, то не знаю, как вы, а я обычно негодовал на эти сроки. Я четвертовал работодателя и продюсера в уме, желал им всякого недоброго, когда мне хотелось подольше посидеть над картинкой, чтобы сделать ее лучше. Но сейчас, когда надо мной никто не стоит, иногда работа превращается в вечное мучение. Кстати, я тут для этого, как раз для иллюстрации этого тезиса, я тут добавил парочку картинок, которые нарисовал буквально вчера. Вот это я сделал 20 портретов одного персонажа, причем мне не нужны эти портреты. Они довольно такие адворатные, просто я взял на себя риск переработать кое-какую постсоветскую эстетику. И мне нужен зловещий водитель автобуса, вот такой вот, что-то вроде пятого номера. То есть это очень сложная на самом деле задача, потому что это эстетика, которую люди не особенно переваривали. То есть есть мало художественных каких-то вещей, которые используют и каким-то образом используют вот такие вещи в качестве материала. И большинство из этого я не могу использовать, потому что это будет либо отдавать Советским Союзом, либо это будет трэшем таким. И вот передо мной сейчас стоит задача, как это выкрутить в какое-то свое русло. То есть чтобы вот этот персонаж под номером 19 был одновременно вот таким вот, в алкоголичке и с крестом, но при этом чтобы он понравился зрителю, например. Сложная задача. То есть это вот относится к вот этому уже. Если здесь мне это удалось, и при этом это не было трэшем, то я очень надеюсь, что мне это удастся еще раз при более глубоком погружении вот в эти материи. Над чем я сейчас работаю? Так, так, так. Ну да ладно, в общем, я вам рассказал вкратце, показал всякие штуки. И перейду к более практическим вещам. Я хотел в первую часть нашей встречи поговорить о Цвете. Почему я хотел поговорить о Цвете? Потому что он мне интересен, а он мне всегда был интересен. На самом деле это довольно создавало для меня даже некоторые трудности, как для художника. Потому что для меня всегда цвет был интереснее, чем рисунок, чем исполнение в тоне. И это всегда влекло и влечет за собой то, что мой рисунок просто всегда был слабее, чем цвет. А это довольно неприятное положение дела. Потому что в действительности сильная живопись всегда покоится на костях сильного рисунка. И если мы обратим внимание на живописцев, которые мы считаем хорошими колористами, то, как правило, всегда можно заметить, что у них с тоном все в порядке. То есть это не то, что они находят какие-то великолепные гармонии, при этом абсолютно забивая на рисунок. Напротив. Люди, которые исключительно ищут гармонии, но никак не работают с тоном и с рисунком, но это, как правило, абстракционисты. И это такие вещи на любителя. Я такие вещи на любителя собираю для себя лично в отдельных папочках, но я их собираю зачастую, знаете, чтобы накинуть их картины сверху как текстуру. Вот, кстати, да, пришло время для угарной байки. На первой своей офисной работе я столкнулся с тем, что я очень плохой художник, я не умею рисовать. Но мне нужно было рисовать. И я абсолютно не умел как-то нащупать интересный цвет, и мой цвет выходил бедным. Как я выходил из этой ситуации? Мне посчастливилось в недрах интернета наткнуться на замечательного художника по имени Денис Октябрь, который писал такие размашистые импрессионистские полотна, которые примерные горожане покупали себе и вешали на стены. И среди его полотен я нашел прекрасную какую-то картину с петухом. Чем он был примечательным? Потому что на этой картине были использованы все цвета радуги, и они были намешаны в немыслимых сочетаниях. И почему я приметил эту картину и чем она мне помогла? Потому что, на самом деле, взяв такую картину, можно накинуть ее как текстуру сверху на что-нибудь, и где-нибудь в каком-нибудь пятне она придется к месту. Так, короче говоря, это звучало, опять же, туманно, но я покажу это на практике. Вот у меня есть этот волк. Меня его цвет на самом деле устраивает, но предположим, что мне бы не хватало разнообразия цвета на его темной какой-то шкуре. Тогда я, конечно, нашел бы картинку с петушком. Но, к сожалению, я недостаточно подготовился к этой лекции, поэтому возьму вот... Нет, такая недостаточно цветастая. Ну ладно, возьму вот эту. И мы просто берем какую-то картинку с более-менее богатым цветовым замесом. И... так, еще раз... Ну мы, безусловно, должны навесить ее поверх, поэтому я делаю маску. Я делаю маску здесь. И... Вот, хочу отметить, что я очень широко использую режим Hard Light. Вообще, художники обычно любят всякие манипуляции проводить с оверлеями и прочими вещами. Вот, я настоятельно рекомендую обратить ваше внимание на режим Hard Light и Soft Light. Потому что режимом Hard Light можно делать изображение менее насыщенным. То есть, с каждым последующим мазком или изображением, или текстурой вы не делаете картинку более насыщенной. А в случае с мультиплайем или оверлеем это, как правило, происходит именно так. И зачастую люди заканчивают тем, что они все более ядреным делают цвет в своих картинках, что рушит гармонию. Ну, так вернем в сколку. Так я навесил такую штуку. Вот, видите, у меня на хвосте у него появилась какая-то композиция каких-то пятен. Они там в оригинале зеленые, но зеленый мне не особо в тему. И вот я выкрутил воду фиолетовую и понизил насыщенность. И этот хвост, он стал, ну, он стал богаче по цвету. Сейчас я бы не стал заниматься такими вещами. Потому что я, в принципе, сразу представляю, где я хочу, какой цвет иметь. И просто нарисовал бы это сразу. Но вот тогда меня картинка с петушком очень выручала. Потому что я накидывал ее на каждый объект для игры, которую я делал. И вот такими делами занимался. И в итоге, кстати, забавное цветовое сочетание. Мне нравится. И в итоге каждый мой объект, каждую какую-то машинку, деревце обогащала картина с петушком Дениса Октября. За что я ему большое спасибо. Ну да ладно. Итак, к разговору о цвете. Разговор о цвете обычно ведется со стороны двух баррикад. Первая баррикада, это баррикада такая физическая. А вторая баррикада художественная. Так вот, художники обычно выступают на стороне... Ну, они орудуют чувственным восприятием. То есть, главное условие для того, чтобы быть хорошим художником, это все-таки чувственное восприятие. То есть, в особенности интуитивно чувствовать какие-то вещи и выражать их. И точно так же чувствовать цвет. Но в чем плохо чувственное восприятие? Тем, что, во-первых, оно не позволяет доносить какие-то смыслы и вообще делиться конструктивно, делиться опытом. То есть, если бы я обладал только чувственным восприятием, то я бы сейчас не мог бы связать пару слов. А я как-то, ну, не шатко, не валко, но связываю эти слова. Вот. Кроме того, вещи, которые основываются на чувственном восприятии и опыте таком из этого, они... Ну, их сложно формализовать, их сложно сформулировать. Их... Они в конечном итоге складываются в навык. То есть, они складываются в то, что художник садится, и он может выдать красоту. Но объяснить, как эта красота получилась, он не может. А я вот лично всегда хочу услышать от художников, как же вы все-таки сделали красоту. Потому что, ну, очень долгое время у меня не получалось вообще никакой красоты. То есть, как бы, я... Моя насмотренность какая-то была намного больше, чем мои фактические навыки. И я видел, что другие люди каким-то образом могут создавать великолепные какие-то произведения искусства. А я не могу. И когда я слушал, что они говорят, то они обычно говорили, что... Ну, я десять лет там просидел у этюдника, и вот теперь получаю. Но... А как это работает? Спрашивал я их. Ну, в общем, иногда они что-то отвечали. Но когда они что-то отвечали, это было получено через какой-то анализ, через рациональное осмысление. А что касается рационального осмысления, то вот есть другая баррикада. Другая баррикада — это теория цвета и, собственно, физика. С физикой там все более понятно. Есть книги. Там написано, что цвет — это по факту свет. Это свет с длиной волны от 400 до 700 нанометров. И, значит, есть фотоны. Они попадают на объекты. Объекты определённую часть спектра поглощают, определённую отражают. Та, что отражается, попадает нам в глаза. Мозг считывает эту информацию, и мы получаем какой-то цветовой отпечаток. Не знаю, как это назвать. Вот. В общем, много информации. Информация интересная. Но я столкнулся с тем, что эта информация не помогала мне рисовать лучше. То есть я прочёл книгу Йоханна Саитона и вроде узнал много о цвете. Более того, даже скажу, у меня в институте был предмет теории цвета. Я проходил его там. Но это никак не помогало мне находить какие-то хорошие цветовые гармонии. Поэтому первое, о чём я хочу сказать и чтобы выделить как отдельное такое упражнение, это осознанный поиск гармоний. Вот сейчас на экране несколько картинок, которые я тут начинал так калякать. И эти картинки, они абсолютно абстрактны. То есть это сочетание абстрактных форм. Более того, я склонен любое вообще изображение рассматривать просто как массив некоторых пятен. Массив пятен, которые имеют разный характер перехода между ними. Понятно, что когда мы рисуем, мы задумываем какие-то объекты, типа там листочек, там такой-то персонаж. Но по факту, когда мы ведём работу над картиной, над изображением, то это лишь массив пятен. И то, понравится он или нет зрителю, определяет не те смыслы, в первую очередь не смыслы, которые вы вкладываете в это изображение, а в первую очередь гармоничность пятен, которые лежат в основе. Соответственно, это пятна с разным характером перехода. Что я имею в виду под разным характером перехода? Я имею в виду жёсткость. То есть эти самые пятна имеют между собой стыки разной жёсткости. То есть очевидно, что вот стык по силуэту здесь очень жёсткий. А вот стык, где перелом формы идёт на хвосте, он довольно мягкий. То есть его даже можно сделать ещё мягче, и это всё равно будет работать. Так, работает ли это дело? Ну, оно работает. Да. Вот я сейчас сделал его мягче, оно всё равно работает, но тут немного потерялся тон, и я бы хотел его добавить. Ну, если вы... Я думаю, что вы прекрасно понимаете, почему я хочу добавить сюда тон, потому что это вызывает к академическому рисунку, к прописыванию формы, всему такому, с чем мы все, конечно же, знакомы. Так вот, пятна с разным характером переход между собой. И фактически это лишь абстракции. И абстракции могут работать сами по себе. Соответственно, очень важное такое упражнение и привычка это работать над своей какой-то библиотекой гармоний. То есть, смотрите, вы проводите... Это можно рассматривать просто как упражнение в течение дня. То есть, вы садитесь и в таких небольших миниатюрках ищите гармоний. Они иногда получаются рабочие, иногда нерабочие. Когда нерабочие, вы их переделываете. Так или иначе, весь этот опыт, он откладывается. И в нужный момент он весь вылезает и пригождается нам совершенно неожиданным образом. И то, что здесь это делается на уровне каких-то линий, пусть даже иногда динамичных, но при этом абстрактных, это не имеет значения, потому что это цветовые гармонии. И эти цветовые сочетания, они запоминаются и используются. Это первое. Второе. Это то, что в таком же духе имеет смысл копировать работы хороших художников. По-моему, я тут, конечно же, не захватил ничего. Да, ну и ладно. Ну, что значит копировать работы хороших художников? Не имеет смысла, я вот считаю, что не имеет смысла, знаете, упражняться в том, чтобы точно брать цвет. Вроде не использовать пипетку, там все такое. И смысл данного упражнения в том, что, смотрите, есть вот это изображение. В нем есть некая работающая гармония. Эта работающая гармония, она на самом деле точно так же работает за счет всего лишь нескольких пятен с определенным характером перехода между них. И тут, в общем-то, видно, что это за пятна. То есть, что это какое-то голубое пятно, какое-то желтое пятно поменьше, и вот это пятно коричневое. И, соответственно, а ну вот у меня тут что-то такое виднеется. Соответственно, каждый раз, когда вы делаете копию с хорошей какой-то картины, причем хорошая это не то, что вам кто-то сказал, что она хорошая, а то, что вам она прямо нравится. Вы чувствуете, что там есть что-то, что вас цепляет, что заставляет вас смотреть на нее. Вот каждая такая копия, она, по сути, пополняет ваш багаж гармонии. Ну, конечно же, когда я копирую картины, я все-таки не беру пипеткой с них цвета, но все же это не должно превращаться в упражнение по точному взятию цвета. То есть это не должно быть упражнение на измерение цвета или глазомер. Тут нужно анализировать именно несколько базовых пятен и их характеры перехода. И вот каждая такая копия, она, опять же, откладывается у вас где-то в глубинах разума и в итоге всегда пригождается. Это второе. Это мы идем по пути чувственного восприятия все-таки. То есть это гармонии, которые... Как я могу разложить их больше и объяснить их людям больше, чем то, что они гармоничны? Никак. То есть это субъективно. Смотрите, в теории цвета есть такая штука, как цветовой круг, и там выделяются разные цвета, цветовые схемы. Вот в этом плагине Colorus, который у меня здесь есть, они даже выделены отдельно. Вот я честно скажу, я считаю, что это, по большому счету, булджет. Потому что любой художник, когда натыкается на эти схемы, на начинающую особенно... Я просто помню, что я вот искал, как бы мне овладеть цветом. И, наконец, нашел раздел в теории цвета про сочетание, и там были вот эти штуки. Но на практике, вот если я возьму эти четыре цвета, как они есть, они не будут работать у меня в связке. Потому что это будет четыре очень насыщенных, кричащих, открытых цвета. То есть это должно быть более тонкое сочетание. Хорошо, если это должно быть более тонкое сочетание, то как мне вообще помогает то, что здесь четыре цвета взяты, или здесь триада. То, что они дополнительные друг к другу, то есть противоположные по цветовому кругу, ну, здесь противоположные, там непротивоположные. То есть, на самом деле, вот эти сочетания, они совершенно не каноничны. И если изучать работы хороших колористов, то мы обнаружим, что там вот эти кружки будут в совершенно не канонических таких сочетаниях. И зачастую весьма удивительных. Что еще мы обнаружим, когда будем анализировать работы хороших колористов? Мы обнаружим то, что все они хорошо работают с ненасыщенными цветами, то есть с серым. Это, скорее всего, эта мысль вам известна уже и знакома, но ее нельзя не сказать. То есть, путь к хорошему цвету лежит через, зачастую лежит через серый цвет и через ненасыщенный. Виной тому во многом такое явление, которое называется метамиризм наблюдателя. Это когда мы воспринимаем цвета иначе из-за их соседства. То есть, в данном случае, вот этот серый цвет по соседству с этим оранжевым выглядит холодным. А вот этот серый цвет... Ну что же ты не переключаешься-то? Да, этот серый цвет по соседству с этим синим выглядит теплым. И в данном случае это отличие минорно, но если мы используем не серый цвет, а на самом деле чуть теплый цвет, вот такой вот, то тут это различие существенно. И вот именно на таких тонких сочетаниях и работают, как правило, сильные цветовые схемы и сильные колористы. То есть, вот эта зона ненасыщенных цветов, это знаете, как актеры второго плана, которые аккомпанируют какому-то очень маститому и матерому актеру, который берет многое на себя. Да, он берет многое на себя, но он один не сыграл по спектаклю. И так и эти гармонии работают вместе. То есть, есть какие-то сильные открытые цвета и есть большой массив, среди которых значительную часть занимают ненасыщенные цвета. Но, опять же, это не значит, что не может быть такой цветовой схемы, где ненасыщенных цветов, например, не будет совсем. Ну, конечно, я представляю себе довольно кричащие какие-то штуки, но, скорее всего, они тоже будут как-то работать. Ладно, значит, это у нас было просто про восприятие гармонии и их какой-то анализ и разучивание. Но что происходит тогда, когда нам нужно действительно применять эти гармонии, когда у нас есть конкретная задача, когда мы не можем отделаться абстракциями? Тогда надо всегда начинать с тона. По крайней мере, ну, не то, что я советую так делать, но в любом случае нельзя отрицать, что среди трех компонентов, трех показателей, которыми характеризуется цвет, то есть цветовой тон, насыщенность и светлота. Светлота, то есть тон, это самый важный компонент. Почему он самый важный? Потому что человек так устроен, что он в первую очередь считывает именно тон, то есть черно-белое распределение светлот и считывает места наибольшего контраста. А потом уже он обращает внимание на насыщенность и на, собственно, цветовой тон. Тем не менее, нам, как людям, зачастую это не очевидно. И это ведет к кое-каким когнитивным ошибкам. Например, распространенная ошибка, знаете, когда мы пытаемся ввести какой-нибудь цвет, какой-нибудь цвет, и он, мы его мажем туда, но он туда не встает. То есть он там не к месту приходится. И, как правило, в абсолютном большинстве случаев проблема именно в тоне. Если мы подбираем подходящий тон, то с насыщенностью и цветовым тоном все приходится гораздо проще. Опять же, тут у нас есть такое небольшое искажение восприятия, что мы ожидаем какого-то поведения от определенных цветов. Мы ожидаем, что куст, например, будет зеленым. Но гармония этого на самом деле не ожидает. Более того, гармония остается гармонией при любом сдвиге и при любом умножении. То есть если я эту картинку сейчас сдвину по цвету в ту или иную сторону, тогда она станет достаточно странной, потому что так цвета себя не ведут. Ну, в смысле, потому что трава не такого цвета, но тем не менее гармония остается рабочей. То есть просто она сдвинута. И да, конечно, так мы делать не будем, так это бесполезно. Но почему эта мысль может быть полезной? Потому что на самом деле это еще ведет к тому, что, например, гармония, умножаемая на гармонию, тоже работает. То есть, опять же, если у нас есть какая-то гармония, которую мы нашли, и мы ее накладываем поверх той, что у нас уже была, то она нам не испортит ничего уж точно. И более того, вот это тонкое разнообразие, вот смотрите, вот этот кусок, кусок вдали слева от водопада, сейчас стал более воздушным, и мне, возможно, эта картинка лучше бы так выглядела, если бы я так сделал. Но у меня, конечно, тогда не пришло в голову накидывать собственную несуществующую картинку на водопад. Так или иначе, вот почему это работает? Потому что гармония, умножаемая на гармонию, остается гармонией, хотя бы местами. И возвращаясь к характеристикам цвета. Как я уже сказал, главная из этих характеристик – это тон. И поэтому, когда мы собираемся делать какую-то картинку, какое-то изображение, и нам надо, и мы его собираемся хорошо продумать, то нам нужно, нам все-таки нужно изначально продумать распределение тона. То есть это вот все то же самое, что я тут уже делал, в общем-то, только в тоне. И, ну, конечно, это уже не должно быть такой абстракции. То есть, наверное, если это там вертикальная композиция, то мы уже должны рисовать достаточно предметно. То есть у нас должны быть те объекты, которые мы собираемся здесь изобразить. Вот этот этап, я долгое время не мог себя приучить к этому этапу, почему-то. Но он на самом деле незаменим. Ну, понятно, что это в основном о композиции, а не о цвете, но... Понимаете, даже если вы научитесь находить цветовые сочетания, но при этом ваша композиция изначально более-менее рандомна и не определена, то получится так, что в итоге вы будете пятна очень много двигать. То есть вы нарулили какой-то интересный цвет, но пятна негармоничны в плане композиции. И вы тогда начинаете их бесконечно двигать. Двигаете, 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 двигаете. И постоянно недовольны. Другое дело, если вы изначально продумали распределение какое-то в тоне, и дальше уже следуете этому распределению. Ну, в общем, понятно. А как это связано с цветом? Это связано так, что, на самом деле, когда у нас есть такой простенький рисунок, то мы его можем абсолютно насильственным образом перевести в цвет. То есть мы можем тупо взять волшебную палочку, выделить каждую из пятен и покрасить его. покрасить, например, просто через Colorize. Например, если у вас небольшое количество пятен, то это уже будет работать. И получается, что мы от вот этой тоновой картинки... Так, тут я немного задумался о том, как бы у меня хотелось видеть это. Так, Colorize. Как видите, я не особенно спешу вводить какие-то яркие и насыщенные цвета, потому что мне нужно сохранить массив ненасыщенных цветов, чтобы они аккомпанимировали насыщенным, который я введу позднее. Вряд ли, кстати, я на самом деле введу позднее насыщенные какие-то цвета, потому что я не буду доделывать эту картинку. А вот, кстати, взял активное желтое пятно, и, о чудо, оно работает. То есть, в контексте этой картинки оно работает. И получается, что я вот это свое какое-то черно-белое изображение привел приблизительно к тому, чем я занимался до этого, когда я делал эти цветовые абстракции. И получается, что те цветовые схемы, которые я тренировал на этих абстракциях, я могу применить здесь, и они будут работать уже более предметно. Вот. В дальнейшем можно... Тут я, кстати, обратил внимание, что... Почему бы не сдвинуть, сказал я себе. Почему я так себе сказал? Потому что, знаете, золотое сечение мифическое, оно работает не только в плане композиции, но и в плане распределения цветовых характеристик тоже. Понимаете? То есть, если вы будете распределять насыщенность цветов по золотому сечению, то это тоже будет работать, потому что это некая такая заложенная в людях, опять же, гармония. Можно было поставить счетчик слов гармония и смотреть на него периодически, потому что, ну, оно неизбежно. А вот, смотрите, я попадаю в типичную ошибку себя. Я ввожу пятно, которое оказывается самым тонально плотным на этой картинке, оно сразу рушит мне все. То есть, у меня моя, без того, не самая прекрасная картинка, ну, становится дисгармоничной. Почему? Потому что я ввел пятно, которое вот по тону сюда не вписывается. Это, опять же, вызывает меня к тому, о чем я до этого говорил, что, как правило, если вы кладете пятно, и оно не работает в контексте общей картинки, то проблема в тоне. Это самое сложное, попасть в тон. Поэтому тут надо действовать очень осторожно. А почему я сейчас взял пятно именно такого цвета? Тут я уже начал использовать рациональное мышление. Как же оно задействовано? Собственно, я посмотрел, какого цвета небо, и вспомнил, что небо, вообще-то, это источник освещения. И такого ненаправленного освещения. И поэтому оно фактически неизбежно должно влиять на цвет наших каких-то вот этих сараев, не знаю, или что это. Вот, поэтому получается, что эти верхние какие-то плоскости должны иметь в себе компонент от источника освещения. И это приводит нас к новой мысли, которой я как раз хочу продолжить все это дело. Новая мысль такая, что мы можем использовать наше рациональное мышление в плане того, чтобы построить некоторую модель света. И использовать именно эту модель света для того, чтобы решать наши картинки с приятными какими-то сочетаниями. То есть не просто использовать заученные гармонии и класть их, как они кладутся, а думать и находить. И как же именно это делать? Для этого критичен очень один навык. Навык этот называется так. Надо уметь прописывать освещение в его ненаправленном варианте. Вот, к сожалению, я вот не уверен, насколько сейчас я вообще в силах тут все это осуществить. Но, конечно же, в силах. Смотрите, это камера. Наверное, у нас в нашей сцене в итоге будет какой-то свет, который будет откуда-то светить. Но представьте себе эту штуку, когда она освещена просто небом или таким небом, затянутым тучами. То есть когда нет никакого направленного источника освещения. То есть вот такого вот, типа солнца, у которого лучи параллельны. Когда мы встроим тени вот так вот. Там где-то у нас плоскость. В общем, без вот этого ничего такого. Только рассеянное освещение. Что такое рассеянное освещение? Во-первых, это означает мягкие тени. То есть нигде не будет вот этого вот. Нет, этого не будет. Что будет? Будет вот это, но опять же, мягкие тени. Поэтому я беру и вот эти вот грани этих пятен размазываю старательно. На самом деле, можно было бы взять просто удобную кисточку для этого дела. Ну да ладно. Ну, можно назвать это там тенью касания, да, там стык объекта с плоскостью. Так или иначе, у нас есть некоторые места в изображении, куда свет плохо попадает. Но так как освещение у нас не направленное, это означает, что оно летит со всех сторон. Ну, то есть, что лучи, они и так, и так, и так. И вот они хаотически со всех сторон падают и создают вот такую штуку. Соответственно, очень критичный для художника навык – это уметь прописать всю сцену, все ваше изображение с этим самым ненаправленным освещением, чтобы при этом читалась форма объектов. Вот сейчас у меня здесь задана только тень. И форма, например, никак не читается, она задана силуэтно. Но когда я ввожу, допустим, верхнюю грань, верхнюю плоскость этого камня, то становится уже яснее. А что, если еще при этом думать, собственно, о характере освещения? То есть, если у нас небо холодное, допустим, то получается, что вот эта самая верхняя грань, она будет несколько холоднее, чем боковые грани. Почему? На боковые грани тоже падает свет от того же самого неба. Но при этом эти же самые боковые грани, они еще отражают то, что у нас тут по соседству с камнем. То есть, ну, какое-то там окружение, да, есть какая-то, не знаю, земля там, все такое. Так или иначе, это нас приводит к тому, что эта самая верхняя грань камня, ну, объекта, камня в данном случае, там, чего бы то ни было, она не только светлее, но и имеет ощутимый сдвиг по цвету. Так вот, когда вы умеете прописать всю сцену вот в таком духе, то это открывает перед вами очень большие возможности. Возможности заключаются в том, что вы легко можете поверх этого организовать направленный источник освещения, который будет работать, причем вы можете даже сделать много разных вариантов, и они будут все работать. Кстати говоря, вот для анимации, да, тут это было прямо критично, потому что, знаете, когда надо делать всякие разные варианты освещения до разного времени дня, то в итоге, ну, то есть, вручную все это прописывать, находить цвета в тени каждый раз, это долго и, в общем-то, невозможно. Поэтому, в общем-то, все, кто работает над такими задачами, они делают сейчас так, они создают папку, в которой делают набор adjustment layer, то есть, таких слоев, которые влияют на цвет снизу. Соответственно, тут надо определиться, вы будете рисовать через эти аджастменты тень или свет, ну, в общем-то, там, от задачи зависит или без разницы, но, предположим, что свет. Я обычно делаю так. Я, во-первых, опять же, создаю слой hardlight какой-то теплый и ставлю его на маленький процент. Что это делает? Это, вот сейчас, так как у меня здесь нет объектов, то, а вот так, кстати, дайте-ка, я сейчас открою еще какую-то картинку, где будет видно, а то здесь это не видно. Так, где-нибудь... Вот, смотрите, вот эту картинку я прописал как раз с ненаправленным освещением. Мы не понимаем, откуда светит солнце, потому что оно не светит. Мы только понимаем, что, в общем-то, слева света больше поступает, но это, в принципе, логично, учитывая, что справа стоит утес. Вот такие, знаете, такие штуки на самом деле это делать просто. И более того, многие композиции, они начинают легко работать на таких вот, на таком освещении. И иногда со стороны это выглядит неплохо. То есть, даже если бы это не предполагало такую свободу в обращении со светом, о которой я сейчас рассказываю, это все равно было бы делать полезно. Итак, создаете группу JustMintLayer. Тот самый теплый Hardlight, о котором я говорил. И Brightness, Контраст. Почему он? Тут надо отдельно оговориться, что... Вот смотрите, в фотографической технике есть такая штука, как экспозиция. То есть, когда мы настраиваем диафрагму. И подобные механизмы есть у человека, как известно. Когда же мы рисуем картинки, картины из выражения, мы зачастую забываем о этой вещи. Но при этом на наше восприятие оно очень сильно влияет. И, в общем-то, я не так много, где встречал какие-то размышления на этот счет, но в одной книжке по композиции я вычислил такую штуку, что для композиции вообще-то очень полезно определиться, куда зритель наш будет смотреть, где находится его точка интереса. На свету или в тени? Если она находится где-то в тенях, то нам надо сделать вот эти пятна в тенях более контрастными и разборчивыми. А света при этом несколько объединить и засветить. То есть, знаете, как иногда получаются фотографии, где цвета засвечены прямо совсем. Либо наоборот, мы решаем, что зритель будет смотреть на свет, и тогда мы делаем все пятна в тенях менее контрастными. Вот именно это я делаю вот этим слоем брайтность-контраст. То есть, по-хорошему, это можно и вручную, на самом деле, делать, то есть, помнить об этом всегда. Но вот через вот такую штуку это тоже можно сделать. Ну и, конечно же, нам нужна маска. Маска, по которой мы будем рисовать. Ну и на самом деле, вот это изображение сейчас, оно не похоже на прямо изображение в тени-в-тени. Для большей разницы со светом, мне придется его несколько утемнить. И типа, по-хорошему, утемнить надо не так в тупую, вот, как я это сейчас делаю, а все-таки не приглушать небо настолько. Но сейчас у меня на это время нету, а попробовать свет хочется. так, что происходит. Так, что происходит? Когда я нажимаю Ctrl-Z, то меня возвращают к прошлому слою, которым я пользовался. Это досадная, мерзкая штука, которая изводит поколение художников. И на самом деле, эту штуку, я уже давно не страдаю от этой штуки, потому что мой друг Сергей Критский написал плагин, который излечил эту штуку. Поэтому, не знаю, я, наверное, вам, ребят, скину просто этот плагин, чтобы вы его выложили для всех, и поколение художников перестали страдать от этой вещи. Потому что я, честно, уже даже забыл. Так, ну и на самом деле, полезно еще на такие штуки перекрутить какой-то Selective Color. То есть, ну, это манипуляция некая с цветом, которая смещает оттенки разных диапазонов. То есть, красные там куда-то смещают. Зачем это нужно? Понимаете, каждое плоское преобразование, которое накинуто сверху, оно как бы уплощает картинку. И то, что я до этого здесь старался, и пытался как-то объем найти, пусть даже и с рассеянным освещением, накидывая плоские вещи, я это дело убиваю. Поэтому мне нужно одновременно накинуть эту группу с adjustment, но при этом не так, чтобы совсем тупо это делать, а как-то делать это более так осознанно, короче говоря. Ну, на самом деле, на самом деле, что-то я сейчас какую-то ересь с этим камнем делал. На самом деле, мне сейчас надо просто определиться, с какой стороны светит наш источник освещения. Допустим, там, допустим, ну, вот, вот сомнения меня гложет, что я не могу определиться. Но, в общем, мне надо прописать всю мою картинку, а в частности маску, так, чтобы создалось впечатление, что это все с одной стороны, и у меня сейчас это явно не получается. но бывает всякое. Так или иначе, так или иначе, вы видите, что, несмотря на то, что, да, я накинул какую-то странную штуку поверх своей картинки, которая уже работала, но получается, что у меня получается какая-то новая картинка, и она опять же работает. Да, то есть, вот этот вот участок, он выглядит, пожалуй, интереснее, чем было до этого. Как это было? Да, вот так, потому что здесь создалось другое тоновое распределение, и при этом я не разрушил тот цвет и то богатство оттенков, которое я находил ранее. Вот, соответственно, вот эти вещи, кстати, такими способами можно, на самом деле, даже очень большие пятна накидывать, то есть, где-то накидывать большое пятно света, и сильно его, допустим, размыть. Это будет напоминать нам какое-то, знаете, солнце, пробившееся сквозь туч, которое дало какую-то полоску, но дальше там уходит в какую-то тень. Вот. Тут я, на самом деле, углубил бы еще для контраста, для контраста углубил бы эту тень на границе, чтобы показать, что, что, да, что это действительно какой-то свет. Да, в общем, это крайне полезная вещица, прием, да, в котором можно работать как от тени к свету, так и от цвета к тени. Более того, это еще очень полезная вещица, если вы вроде доделали картинку, вроде все нарисовали, но она почему-то не работает. Вот у меня там была такая картинка, вот смотрите, вот эта картинка у меня до того, как я накинул вот эти пятна света и тени, она была не очень совсем. После того, как я накинул вот эти большие, крупные пятна, она стала значительно интереснее. Кроме того, это позволило мне выделить в качестве фокуса вот этого какого-то темнокожего мужчину, который сидит рядом с овечками, мерно пасущимися на лугу. Вот, соответственно, очень такой полезный прием. Но это лишь прием. Возвращаясь к тому, о чем я говорил изначально, то, что вот это рациональное мышление о том, какая у нас в данном случае модель освещения и какие цветовые оттенки получают плоскости наших объектов с разных сторон, это вещь, которая позволяет нам находить работающий цвет даже вне зависимости от того, мы вообще штудировали всякие там гармонии или не штудировали. Но я уверен, что многие из вас так и рисуют на самом деле. Просто традиционное обучение художников, оно же строилось обычно на том, что люди много писали с натуры. То есть они писали, 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 у них это выходило на подкорку. А мы с вами все принадлежим к тому, к тем поколениям художников, которые уже, ну, многие из нас мало действительно работали с натурой на самом деле. И, ну да, мы работаем с референсами, но референсы это совсем не натура. И, в общем, без какой-то модели того, как работает свет и как можно обращаться с формами в контексте именно цвета и как он будет влиять на объекты. Ну, без этого нам довольно сложно эффективно вообще работать. Да, наверное, это все, что я хотел сказать на этот счет, но совсем не все, что я знаю. Поэтому давайте вы зададите вопрос. У кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы? Вы сказали, что правила золотого сечения работают только композиция, но еще в председе можно по подобию правила. Да, да, конечно. Смотрите, суть золотого сечения в том, что это странная штука, которая почему-то работает. И эту странную штуку мы можем применить к любому какому-то качественному показателю, который мы можем выделить. Например, смотрите, я беру вот эту картинку и убираю из нее показатели светлоты. Что я для этого делаю? Я создаю серую абсолютно серую заливку и накидываю эту картинку сверху, как кало. Видите? И мы видим, грубо говоря, карту распределения цветового тона и насыщенности по моей картинке, исключая тон. На самом деле, только рассматривая такие штуки, можно уже чему-то научиться. Я имею в виду рассматриваю не свои такие штуки, а каких-то хороших художников. То есть, по сути, мы сейчас изолировали два показателя и смотрим, как они распределяются. Ну да, это звучит технически, но мне вот нравится так рассуждать. То есть, это меня успокаивает. Знаете, это когда есть у людей магическое мышление, когда они верят в ритуалы и там в демонов, духов и все такое. И, в принципе, с этим тоже можно жить, но тяжеловато, тяжеловато. А когда у вас есть уже какое-то понимание того, как вещи работают, и вы более того можете действительно на практике посмотреть, как это работает в виде эксперимента, то это уже немного другой уровень жизнедеятельности. Так вот, мы выделили два этих показателя отсюда отдельно. И эти два показателя мы тоже можем выделить в отдельные пятна. То есть, сейчас у меня здесь сохраняется, допустим, там текстурность, то есть, видно, что вот этот вот камень текстурный. Но, фактически, это можно объединить в общее пятно. То есть, фактически, на самом деле, это большое оранжевое пятно. Вот. И так у нас получается такая штука. Так вот, что я говорил про золотое сечение? Я имел в виду, что, смотрите, если массы вот этих вот небольших оранжевых пятен будут относиться к следующим большим по количеству массам по золотому сечению, то это будет гармоничная композиция. Понимаете? Просто обычно мы считаем это в контексте тона, то есть, что у нас должно быть там. То есть, обычно просто обычно бывает так, что у нас есть черно-белое изображение и в нем есть и в нем есть несколько пятен разного тона. И в зависимости от того, как эти пятна распределены, мы субъективно воспринимаем эту композицию гармонично или нет. Я думаю, вам вот эта идея знакома. Так или иначе, это вот так проверяется. Вот если у меня было здесь, если у меня будет вот эта композиция не очень гармоничная, потому что здесь явно вот этого светло-серого пятна, вот если, я вот знаю, что если я сейчас добавлю этого светло-серого пятна больше, то композиция станет лучше. Почему? Потому что она станет ближе к золотому сечению. Вот. И то же самое работает не только с этими штуками, потому что эти штуки вообще известны. Но то же самое работает с любым количественным вообще показателем, который вы можете выделить. То есть в данном случае с насыщенностью. Вот. Вот такая идея. И, ну, это такая, ну, я не скажу, что я слышал где-то такую идею, но я как-то ее подумал и начал применять, и она работает. И более того, иногда я наталкиваюсь на то, что некоторые картинки, ну, в том числе мои, не работают именно из-за того, что насыщенность, например, в ней распределена неразумно. И тогда я вспоминаю о том, что есть золотые сечения. Вот. Ответят на ваши вопросы? Ну да, я понимаю. То есть это пропорция отношений к концепту. Да, да, да. Просто количественные отношения. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, такой небольшой вопрос. Да. Он касается картинки вот с камнями, которые вы сейчас разбирали. Балкова вообще камня. Ну, там очень, конечно, потому что поцветы все очень так нюансно сделаны, сложно. Мне вот интересно, насколько пользовался ли ты референсом? Каким-то, да? Ну, то есть, как ты тут богатство нашел? Либо ты как раз свою методику поменял, то есть, подбора, ну, какому-то наитию, цвет, как он богатый получился? Если не снахуй, то... Я использовал референс, но референс фотография. И на самом деле, референс фотография это всегда опасный референс, потому что, ну, я лично вам не советую пикать цвета с фотографии, и я не думаю, что... Ну, я не желаю человеку, человеку, ну, типа, попытаться сделать такую картинку, пикая цвета с фотографии. Скорее всего, у него ничего не получится, он сильно расстроится. Вот. Но, на самом деле, вот, то, что здесь такая... такая модель освещения, на самом деле, делает производство таких картинок простым. Да, здесь довольно богатое разнообразие оттенков, но сейчас я покажу, вообще, как это... как это делается. Это, на самом деле, довольно просто. Дело в том, что вам нужно изначально получить какой-то богатый, такой богатый цветовой замес. Да, то есть, на уровне подмалевка, да, то, что называется подмалевок. То есть, у вас есть... До того, как вы начинаете прописывать какие-то конкретные формы, вам нужно получить какую-то композицию из пятен. Вот, кстати, заметьте, я опять использую ненасыщенный, потому что он рядом с этим коричневым выглядит чуть холоднее, и, ну, мне это, опять же, в тему приходится. Вот. В общем, вы получаете какую-то такую штуку. И когда у вас есть такая штука, то вы очень легко просто сверху, находя тонально плотные места, можете добиться вот такой картинки. Как именно? Смотрите, чтобы прописать объем в такой картинке, я использовал просто вот эти места, где камни стыкуются с плоскостью, как я до этого, собственно, и показывал на том сером и дурацком камне. Да, вот на этих серых и не таких дурацких камнях видно, что принцип на самом деле тот же. вот, и, соответственно, вот вы так вот начинаете находить такие места раз за разом, но при этом вы не затираете то богатство, которое вы нашли перед этим, да, то есть, которое вы уже нащупали. Вот это. И богатство, это, опять же, оно вот работает на уровне какой-то просто гармонии, да. Но эта гармония, опять же, я, конечно же, думал о том, что это должны быть как-то камни, и они должны более-менее попасть в референс, но я при этом усиливал то, что я видел и, ну, местами там как-то более смело мазал, да, то есть, как бы вот здесь вот выделяется вот это какое-то желтое пятно. Так или иначе, вот вы поверх этого начинаете проходиться и мало-помалу находить вот эти места стыковки. И дальше вы просто смотрите на рисунок, похоже ли это на то, что есть, или там, что вы хотите видеть, и все такое. Тут, правда, есть опасность прописать все эти места очень плотным тоном каким-то. И на самом деле, ну, это будет ошибка в рисунке, да. То есть, это вот базовая ошибка не попадания в тон, потому что даже эти тона углублений, они должны быть распределены логично и гармонично, опять же. да, то есть, если я, вот смотрите, если я вот вот здесь вот вот здесь вот мазну совсем черным, так, секундочку, что-то не видно. Короче, я что хотел сказать, то, что если бы я вот здесь вот мазнул таким черным, то это сразу мне сделало бы дисбалансную композицию. Почему? Потому что я создал сильный контраст где-то в углу. И, то есть, я как бы заставляю зрителя смотреть в угол, а это угол, и ему там дискомфортно. То есть, по-хорошему, мой самый сильный контраст должен быть в точке интереса, либо там, где это обусловлено светом. В данном случае светом это не обусловлено, поэтому это у меня в точке интереса, то есть, вот в этих трех местах. Видите, вот здесь у меня, или вот здесь вот, да. Но, вот тут, кстати, эти два места спорят. И, по-хорошему, я бы сделал вот это, о, кстати, получилось панда. По-хорошему, я бы сделал панду главным фокусом, а вот это место я бы как-то объединил, потому что, чтобы оно было вторично. Вот, кстати говоря, для объединения очень полезно иметь в своем обиходе такую мягкую кисть, которая, которая вот так вот ровно ложится. вот, то есть, как бы, знаете, иногда попытка писать все очень жесткими текстурными кистями, ну, не знаю, меня просто, вот лично меня, у меня не получалось. Я несколько раз пробовал писать все брашпаками таких ребят, как Джейми Джонс, да, который рисует типа как Молинс, да, с очень жесткими, в смысле Молинс, с очень жесткими гранями, с очень такими, с большим расчетом на оптическое смешение этих резких граней. Но, не знаю, я как-то не могу, мне всегда нужно иметь мягкие кисти, чтобы вот эти вот контрасты местами как-то их уравновешивать. Потому что, знаете, мы все, мы все, как бы, люди, и мы всегда имеем тенденцию сильнее прописать именно тот кусок картинки, над которым мы сейчас работаем. И, ну, это разрушительная тенденция фактически, потому что нам надо всегда работать над картинкой в целом. И, кстати говоря, это вот зачастую вовлекает людей в такую ошибку, что они что-то очень сильно приближают и начинают там вот где-то к тому вот ковыряться. И когда они там сильно поковырялись, они отдаляют и видят, что картинка в целом не работает. И вот это, ну, с этим надо как-то бороться. Один из способов борьбы с этим, это, например, создать новое окошко и где-то рядом его поставить и уменьшить его. И таким образом вы будете работать здесь с большим приближением и в то же время следить постоянно, у вас вообще ваша картинка в целом работает или вы уже там что-то намудрили и у вас рассыпался тон и картинка стала дробной. Вот это один из способов. Второй способ, который использую лично я, это способ называется никогда не приближай. Ну, у меня как-то так просто сложилось, что я всегда, в общем-то, работаю над картинкой вот в каком-то таком вот приблизительно вот так вот, как сейчас видно. И на самом деле это не позволяет мне зачастую добиваться какой-то сильной детализации, но я знаю, что я могу поменять этот подход, когда мне нужно. просто просто я как-то так привык и меня забавляет, что это работает на самом деле. Потому что, ну, потому что в итоге самым важным является именно общее в картинке и вот этот общий баланс пятен и общие переходы между ними. Как я уже до этого говорил, когда я говорил о копировании хороших картин, что да, это может быть какая-то очень детализированная и сложная картинка, но в любом случае в основе там лежит очень простая и базовая конфигурация тона. Простая и базовая конфигурация пятен. И если вы можете уловить и вычленить оттуда эту конфигурацию, то вот значит вы познали тот цен, из-за которого работает данная картина. Если вы его разок познали и скопировали, то он у вас там где-то отложился и потом пригодится всячески. вот такие дела. А еще есть вопрос? А можешь немножко рассказать про французских художников, про которых ты говорил, что у них какой-то очень крутой подход по свету и вот то, что они делают тебя удивило по сравнению с... Да, да, воля судеб у меня... Уполнение тоже вот про... Мне тоже очень нравится просто французские художники всячески всячески и у них совершенно особая какая-то стилизация. Вне зависимости от проекта, брать, например, Вакфу и линейку мультфильм, связанную с ними, брать там, триуэзгер мультфильм, которыми тоже французы работали или, например, Револтин Райс, у них совершенно особый какой-то подход к стилизации. Про это тоже хотелось прохождать. Да, на самом деле про это будет вся следующая часть моего вообще рассказа с презентацией. Потому что действительно они целенаправленно занимаются тем, что они разрабатывают слой из выразительного языка. Зачастую у отдельного художника у него есть слой язык, которым он как бы рисует. И это удивительно, что это в рамках именно их культуры родилось. Потому что художники американской анимации далеко не так разнообразны в своем прокапывании стилистик. Они, по сути, копают один большой диснеевский тоннель. А художники японской анимации я их изначально отличить одного от другого не могу. в общем-то, не особенно и пытался. Видимо, это такое культурное что-то. Вот, французами вот волей судеб у меня оказалось тут папочка, где кое-какие французы у меня есть. Я хочу показать вот, например, Орельен Придаль и его, это вот какие-то концепты к его короткометражке Бэтс. И тут можно одновременно посмотреть и на работу с цветом, и на стилистические поиски, и на самом деле углядеть принципы гармонии, о которых я говорю. Потому что, вот видите, да, это ледина, и здесь снизу какой-то там батискав плывет, но фактически это абстрактная композиция из треугольников. То есть, это не очень-то далеко от того, что я рисовал изначально в качестве вот этих вот маленьких тамбнейлов цветовых. И бац, ты, получается, можешь взять такой тамблейн, тамбнейл, и развить его до вот такой иллюстративной штуки. И эта штука, в общем-то, субъективно хороша. вот. Это практически почти монохромная такая цветовая композиция, но она работает. И вот такие штуки тоже, конечно, очень просто делать. И опять же, тут ритм из прямоугольников. Очень простой. я не скажу, что мне сильно нравится эта цветовая гармония, потому что она слишком разляпистая, то есть, она далека. Ну, всякое бывает, что ты скажешь. А вот здесь на мой вкус очень сильная гармония. И опять же, вот видите, эти персонажи, они на довольно базовых формах построены, вроде треугольников. И поэтому они создают сильный ритм. То есть, у нас есть центр композиции, который поставит на другой фигуре, на кружках. И эти треугольники, которые со всех сторон окружают этот кружок, который еще другого цвета. И при этом они еще имеют цветовое родство. Во-первых, потому что это, в принципе, родственные между собой цвета. Во-вторых, потому что на них светит один свет, и у них есть общая компонента такая. И, ну, получается такое волшебное впечатление. И совсем, кстати, не похоже на американцев, на то, как они работают. это, конечно, какой-то отстой, но, наверное, в контексте продакшен свою роль выполнял. А вот смотрите, вот тоже ритм из каких-то попугаев, налетевших. Замечательно. И простые клюва, треугольники красные. И, кстати, могу предположить, что масса голубых пятен относится к массе черных пятен, относится к массе красных пятен примерно по золотому сечению. Ну, вот насчет черного не уверен, но голубые красные, скорее всего. В общем, это замечательные штуки. Вот. Что, в общем-то, закономерно приводит меня тогда к разговору о собственной стилистике.